Музейный фестиваль Харьковская Академия Культуры Мария Тартико Здравствуйте, Мария Добрый день Вот фестиваль, собственно говоря, называется музейный Почему музейный фестиваль? Ну, причин очень много Так что на поверхности это День Музея Международный Который, вот собственно, вот он, да, на кону ночь музея, вот на воскресенье Вторая причина это 25-летие Змеевского украинского музея Который является активным соучредителем нашего фестиваля Ну, а третья причина глубинная Это вопросы гуманитарной сферы, социализации Тенденции исследования вот этого вопроса психологии детей с ограниченными возможностями Она еще недостаточно изучена в нашем постсоветском национальном пространстве Она активно изучается скорее в Западной Европе Поэтому мы вот уже не первый год пытаемся это как-то скорректировать Подобный фестиваль, он впервые проходит в Харькове? Нет, он не впервые, он потому и фестиваль, фестивали Это не одноразовые мероприятия, они всегда имеют какую-то серию Вот мы начинали три года назад Начивали мы на Старом Салтове, это тоже краеведческий был музей Тоже мы проводили подобный фестиваль Тоже при содействии районной администрации силами нашей кафедры А сейчас уже как бы развернулись еще шире мероприятия Планируется почти на 100 человек гостей И при содействии из Мирской районной администрации Мы вот планируем провести такой большой музейный праздник Музейный праздник для детей с ограниченными возможностями Здесь сразу такой небольшой акцент на этом Вы говорили, что у нас это недостаточно уделять внимание Вот этому категории населения Этим молодым детям, которые не должны чувствовать себя ущербно В любой ситуации, в любом, в культурной среде в любой Не только детям, вообще людям, детям в особенности просто я бы сказала И вот идея этого фестиваля, как она будет реализовываться Кто будет принимать участие, быть может какой-нибудь детский дом специализированный Это вообще вопрос того, как была заложена сама идея, как формировался этот фестиваль Дело в том, что она родилась достаточно спонтанно Мы со студентами-заучниками говорили вот о проблеме об этой Рассуждая о коммуникации в музее вообще А в группе, где учились мои заучники, были дети вот с определенными физическими проблемами Но с ясной, светлой головой и распахнутой душой Но и так захотелось как-то помочь Все вступились, все внедрились И родилась такая идея Давайте попробуем Когда начали ее раскручивать, выяснилось, что хотят помогать все И это приобрело такие глобальные достаточно формы И теперь мы сотрудничаем с детским домом номер 8, это ДЦП А когда эта идея зарождалась, это был театр глухонемых И ребята, которые у нас учились, они, кстати, планировали работать экскурсоводами в музеи для глухонемых групп То есть это тоже подтолкнуло очень серьезно И мы даже попытались вот этих ребят, которые с нами сотрудничали Уже на первом фестивале включить в качестве соучредителей, помощников И то, кто мог двигаться более активно, кто-то пассивно, но все равно творчески И результат получился То есть они были вовлечены в процесс непосредственно Да, это основная задача Мы как бы вовлекали тех, кто с нами работал А через них уже и тех, кто оказался с нами просто рядом А возрастная категория этих деток, это сколько лет? Да, вот на сегодняшний день могу совершенно четко сказать Это третий, четвертый класс Это у нас самые тяжелые за последнее время детки Потому что у нас предупредили, что колясочников нет Колясочники это все-таки и особый автобус, и особый подход А студенты мои все-таки тоже дети И поэтому я переживаю Но это дети плохо ходящие И у нас будут волонтеры отдельно Волонтеры, кстати, вот настолько мы расширили, что это 14-я гимназия Активно она участвует И вы знаете, тут вообще какая была важна задача Дети с детьми Вот я всеми поднимаю этот вопрос Мне очень хочется об этом сказать У нас проблема, о которой вы начали говорить Недостаточная социализация Она общепсихологического характера А не только дети, но в первую очередь родители Они не уверены, можно ли контактировать детям С определенными проблемами С детьми, которые учатся в обычных средних школах Не стараются их, наверное, может оградить Не просто стараются, а сознательно ограждаются Но в то же самое время это во вред работает на будущее Потому что ребенок живет в каком-то вакууме На самом деле надо было бы проводить какие-то уроки Создавать специальные программы А вот я все-таки благодарна очень 14-й гимназии Мы пытаемся вывести деток Это и второй класс волонтеры И восьмой, и десятый класс волонтеры Вот в этом общении будет рождаться Вот так гуманистическая какая-то основа, тот фундамент На котором потом возможно не то что музейный праздник А просто перспектива развития дальнейшей жизни Музей как платформа, это очень удачная реализация решения этих проблем Потому что на Западе, сколько мне известно Там нет, вот музей он для всех Там нет музея для инвалидов Только так и должно быть на самом деле Там нет музея для здоровых людей Там музей, ты приходишь и он уже изначально адаптирован Для людей незрячих, для людей, которые могут просто потрогать Да, какие-то вещи, например, может копии Ну это вы финансовый вопрос затрагиваете Да, мы говорим по крайней мере о веществленном Каком-то материальном воплощении этой идеи Пусть мы не можем создать новоделы какие-то У нас нету пандусов, да, особых Это серьезная проблема Вот в Замевском кровеческом музее высокие ступеньки Вы знаете, об этом думают день и ночь, как мы будем подниматься Да, нужны пандусы реально Но мы можем создать вот то самое ценное Что только так и создается человеческое отношение А пандусы к нему приложатся Надеюсь, потому что, как вы сказали, организаторам Одним из помощников, да, не организаторов Или тех, кто помогает в реализации этого проекта Змивская районная госадминистрация И фонд Александра Борисовича Фельмана Да, ну фонд Фельмана занимается доставкой детей, да Как-то финансовыми расходами Это и мы же там планируем кулеш Ну понятно Поездки на лошадях А вот что касается пандусов в музее Это все-таки забота администрации, надеюсь После этого мероприятия Да, если дом они не успеют сделать Мы перед ними поставим такую задачу После этого точно А вот ваша команда, насколько я понял Это учащиеся гимназии, студенты ваши У нас много Какой был отклик? Вот вы обратились с такой идеей, да Насколько студенты откликнулись помочь И... Да фантастика Куда бы я ни обращалась, мне отказа нет нигде Вот я могу совершенно уверенно сказать Я благодарна всем людям, которые со мной сотрудничают В наше тяжелое время Даже предположить, что такое может быть Было изначально невозможно Но сначала вот совершенно быстро И как бы бескорыстно откликнулся фонд фильма Но они второй раз нам уже помогают И первый раз они помогали и сейчас А потом студенты Это вообще даже не обсуждается Они и деньгами, и желанием И чем... Их надо удерживать, чтобы они слишком уж не перестарали Вот школьники Ну вот школьники, да Как бы они Из-за того, что взаимоотношения с родителями Как бы достаточно сложно Не знают, как реагировать, да это или нет Но те, кто для себя решил, что да, те очень хорошо И спасибо, и администрация гимназии в этом мне очень активно помогает Тоже я им признательна Ну а что касается Змеевской администрации Змеевского кровеческого музея Сотрудников баз, на которых мы квесты эти интерактивные проводим Это просто, ну я низко кланяюсь людям Спасибо, это удивительно Давайте поговорим именно вот этих вещах Которые с музеями не связаны, с квестами Да, вот программа Она, какая цель этих квестов Для чего? Это адаптировать детей, полностью вовлечь их в процесс Какой-то воспитательный процесс Они не смотрят, они в этом живут Они не чувствуют никакого барьера И в этом смысле очень важно, чтобы с ними рядом были дети из обычных школ Чтобы они жили в этом вместе Чтобы они понимали, что никакого ущербного состояния нет и быть не может Вот они просто другие Не плохие или хорошие, а просто другие Вот, но их объединяет общее дело, и они в нем живут, и это интересно И так будет дальше Вот, а музей, вы правы, совершенно Он дает такую возможность Потому что она веществленно реальна А что будете показывать? Как программа экспозиции? У нас очень так насыщенно получилось В этот раз, но надо, чтобы живой какой-то был мотив Дети маленькие В Заминском музее есть медиавистическая средневековая кольчуга Вот мы оттолкнулись от того, что там есть гипотеза достаточно обоснованная Археологически, что там находился в плену князь Игорь Князь Игорь будет бежать из плена Мы договорились, что дети выяснят, как это будет происходить на самом деле У музея юбилей, они рисуют для него подарки Картины мы это оставим, потом экспозиции будем показывать И они расскажут, как это было на самом деле То есть мы там карту дадим, они князь Игорю помогут Ну а если проиграют, он просто не сбежит Это будет в рамках музея, либо вот эта такая небольшая постановка Она будет уже вне музейной системы? В музее мы проведем сначала обзорную экскурсию небольшую Опять же настолько, насколько это физически возможно Небольшой интерактив с подарками, с защитой той работы, которую привезли в музей Потом садимся по автобусам, едем вот туда на квестовую площадку И там уже это все обыгрываем в игровую форму Дети, которым вы предложили из детского дома Насколько они откликнулись? Или как-то вы проходили отбор? Вы коммуницировались с родителями? Каким образом эта группа была набиралась? Нет, я обратилась к администрации Администрация тоже очень позитивно откликнулась Но не в том смысле, что мы такие дни неповторимые У них достаточно богатый выбор К ним обращаются люди, желающие помочь достаточно часто Но поскольку мероприятие интересное и творческое Мы посмотрим, кто достоин Повыбирали, решили, что выпускные, четвертые классы Выпускные, да, получается, из младшей школы в среднем Вот сделать для них праздник просто особенным И кого-то деток брали вот из третьего Но отбор, он, к сожалению, естественный Тяжело, больные дети с нами просто не доедут То есть это и так из тех, кто может быть, самые тяжелые, я повторяю Вот традиция проведения подобных фестивалей в Харьковской области Нас последние несколько лет, она увеличивается То есть интерес, не то чтобы интерес к этой теме То есть общество уже поворачивается лицом к проблематике детей И не только детей, людей с ограниченными возможностями Об этом надо напоминать Они просто об этом не задумываются Вы понимаете, жизнь их протекает параллельно Вот когда люди осознают, в чем их свело время и место Конечно, все идут навстречу Когда не осознают, даже не задумываются, что это есть Поэтому тут нужны не такие точечные мероприятия, как пытаемся мы создавать А тут нужна целенаправленная, финансированная программа Которая бы помогла это все каким-то образом урегулировать в более адекватной форме гуманитарной Но вот этими вопросами вы как-то пытаетесь выходить, например? То есть я понимаю, что самопроведение этого мероприятия Это такой большой-большой маяк по обществу и власти Обратить внимание на эти проблемы Но тем не менее, может быть, еще какие-то есть формы, через которые вы пытаетесь достучаться? Ну вообще, я пыталась в прошлый раз обращаться в общество волонтеров Я обращалась в областную администрацию Мне рекомендовали с кем говорить, на кого можно выйти С каким детским домом возобновить сотрудничество В свое время, отдаю должное, областная администрация достаточно высоко нас отметила Мы все с ними в тесном контакте Это еще и отдел молодежи и туризма, который с нами сотрудничал Но это, в общем, все-таки эпизодически А вот благотворительная поддержка, она, видите, достаточно регулярно происходит Мы начали программу с того, что небольшой водораздел провели Между тем, как обстать эти проблемы, решаются эти проблемы в Украине, в Харькове И как они решаются на Западе Собственно говоря, у вас есть опыт, наверное, ваших коллег, которые работают на Западе Быть может, вы контактируете с музеями Очень активно это происходит Но о чем вы говорите, там, во-первых, это специальные государственные программы Однозначно Это, безусловно, подготовленные музейные выставки Причем, заметьте, они же достаточно временный характер носят Поэтому их обновляют и изначально уже располагают для людей с ограниченными физическими возможностями Это, безусловно, создание новоделов Причем, понятно, что это делают не сами сотрудники А привлекаются, опять же, специальные проекты Архитектурные, художественные, аудио-видеозаписи То есть это глобальная проблема, которая решается совершенно потрясающим способом Но у нас это не из-за недостатка интеллектуальных возможностей И не из-за отсутствия потребностей духовных А это, конечно, вопрос очень финансовый, к сожалению Еще вопрос, как проходил отбор деток, например Быть может, в нашу программу увидят родители, у которых дети больные ДЦП И захотят обратиться к вам Быть может, если уже ограниченное количество мест и уже они набраны То в этом году состоятся ли подобные мероприятия И можно ли с вами контактировать, чтобы чьи-то дети смогли также принять участие в этих квестах, мероприятиях Это ужасная проблема, страшная, потому что ко мне постоянно обращаются И, поверьте, бывает так, что даже просто в транспорте останавливают Тут уже такая ситуация у меня была неоднократно Вот что я вам могу сказать Будут деньги, силы свои мы положим Желания у моих студентов есть, возможности пока вот какие-то есть Не будет денег, но будем на том уровне, на каком это возможно Всегда это упирается в вопросы транспорта Потому что это выезды, это очень дорого Всегда это упирается в вопросы дорог, между прочим Потому что не везде можно проехать, а не везде можно провести То есть вот если какая-то программа возникнет То, конечно, мы попытаемся на всех сайтах, на каких только есть, такую информацию дать И обязательно для родителей, безусловно, дать Потому что родители приезжают с детьми, вместе участвуют То есть дети будут с родителями Ну, зависит опять-таки от возраста Но вы знаете, самому старшему ребенку, который принимал у нас участие Было за 20, и все равно родители приезжали И когда ко мне подошла мама Вот я стараюсь как бы не сентиментально обо всем этом говорить Но вы знаете, я вспоминаю, у меня прям вот наворачиваются действительно слезы Потому что родители вкладывали в это всю душу И когда они видят счастливое лицо ребенка, действительно счастливое Он живет полноценной жизнью Это дорогого стоя Таких дней у детей, у таких людей не так часто бывает Наша задача сделать их как можно больше Чтобы в году было больше радостных и светлых дней Также, насколько мне известно, предусмотрено катание на лошадях Да, да, это спасибо директору базы Соколова У них там небольшое каневодческое хозяйство Когда мы приехали в первый раз, я даже надеяться не смела Потому что понимала, что по финансам мы уж точно не потянем Тут он сам говорит, вот может быть вы хотите Я говорю, ну конечно же Ипотерапия для детей, больных ДЦП Это одна из таких ключевых вещей, которые реально показывают хороший результат Я стала сразу звонить, советоваться со специалистами Конечно, эта терапия прекрасная, нам разрешили Для тех, кто может, будут катания Там есть свинки, будут ходить, можно гладить А уж если совсем тяжело, то с нами едет представитель Культурно-оздоровительного центра Ганга Которые будут заниматься оздоровительной гимнастикой, дыхательной Какими-то практиками, такими физиологическими Это уже для тех, кто не сможет, ну уж совсем, скажем так Но это интересно и здоровым людям на самом деле Я думаю, что эти детки, которые едут с нами, допустим, из второго класса Они прекрасно и подышать могут со специалистами, спортсменами, врачами И на лошадях поездить, и пообщаться Я абсолютно уверена, что никакого барьера не будет Даже не заметят, что эти дети больные, вот эти здоровые Приготовление праздничного кулеша, будут все принимать участие? Ну все на самом деле нет, потому что тут есть очень жесткие нормы санэпидемстанции К этому надо очень серьезно относиться Но постоять рядом можно Естественно, все это с удовольствием съесть тоже можно Чаем запить тоже можно А готовить будут мои студенты вместе с сотрудниками базы Скажите, пожалуйста, а вот Зменевский музей был выбран вами Потому что юбилей, либо потому что они обратились к вам? Ну или там очень интересная экспозиция? Ну, во-первых, юбилей Безусловно, директор Зменевского украинского музея Саян Михайлович, он об этом всегда говорил с придыханием Я подумала, как же такая дата незамеченная не должна пройти Потом при Зменевском музее Туристический центр зеленого туризма Который с этим достаточно тесно в последнее время сталкивается И такие мероприятия планируют готовить, кстати, и дальше Поэтому я сразу поняла, что это наши люди Мы с ними найдем общий язык И отдаю тоже должное бескорыстию абсолютному Потому что через них уже выходили и на базы И вот как бы на контакты хозяйственные и так далее В своем районе все знают Вот эта волна волонтерства, знаете, она открыла какое-то такое чувство В каждом из нас, наверное Потому что мы переживаем не очень, наша страна не очень хороший период Очень тяжелый период исторически переживает Наверное, каждый хочет подставить плечо своему ближнему Вот такие мероприятия, вы не один эксперт, скажем, один гость в этой студии Который проводит такие волонтерские культурные проекты для детей Для взрослых с ограниченными возможностями Да, проблема есть Проблема самая главная – это финансирование Одна из самых главных проблем Хотя, наверное, самая главная проблема – открытое сердце Но тут как раз нет проблем Вот здесь, да, слава богу, мы как-то этот барьер преодолели Хотя существуют еще у нас и в нашей ментальности многие вещи неправильные, нужно менять Вы каким-то образом пытались выходить на грантовые программы, на зарубежное финансирование? Вы знаете, как-то нет, я даже об этом не задумалась У меня была другая идея Мне хотелось на международный уровень выйти с программами чисто музейными Ну, поскольку я музеевед профессиональный Мне хотелось отследить, как меняется психология детей в обычной школе средней Вот если этим заниматься с первого класса И мы уже на первом уровне отследили Вот теперь на втором И я вот об этом собираюсь, собственно, и писать Вот так, как обычное восприятие Как оно меняется и преломляется Но мы подкинули мне хорошую идею, мы обязательно попробуем А вот с точки зрения, скажем так, исследователя Вот то мероприятие, которое вы проводите Это же не просто отдых на свежем воздухе для детей с ограниченными возможностями? Да, это тоже Но для исследователя, например, для медицинского, быть может, работника Для психотерапевта Интересно понаблюдать, составить свое какое-то заключение И потом, быть может, что-то, ну, то есть Нужно проводить исследование Как адаптировать эти детей в социальную среду Безусловно, это вообще очень серьезный материал Для большого научного исследования, именно академического Вот, и я рассчитываю, у нас очень много симпозиев В своих внутренних, как у психологов, так и у музееведов А иногда и смежная Вот эта вот так называемая музейная педагогика Это совершенно отдельная сфера Потому что мы многие очень не знаем, что Какой внутренний мир у людей больных ДЦП О чем они думают, да? Мы как-то, ну, это не все изучено Ну, а некоторые не просто не знают И даже, опять же, не задумываются Перед ними эта проблема никогда не стояла Они не знают, что она есть Если ее затронуть, то, наверное, она вызовет нужную совершенно другую Вы уже видели, о чем рисуют Нет, не видела Мне их специально не показывают Большое спасибо Желаем, чтобы ваш этот проект увенчался успехом И таких проектов было больше Спасибо вам большое Приходите к нам, пожалуйста В гостях вы видите позиции Была Мария Тартико Я же прощаюсь с вами До следующего эфира Редактор субтитров А.Семкин